Приветище, это Рафт, и я с боевым своим копьём, ё-моё. Короче, в прошлой серии я закончил апгрейд своего плота, вот так вот он выглядит. Теперь нам нужно зачистить этот остров, потом, после зачистки острова, нам нужно снова апгрейдить наш плот, и там в апгрейде будет числиться антенна и радио. Я попытаюсь это сегодня сделать. Я, правда, ещё не смотрел, сколько там материала нужно на это всё. Я ещё это не изучил, по-моему, у меня этого ничего нету, сейчас, подожди. Я это не изучал, да. У меня нет ни антенны, ни радио, это нужно будет в первую очередь изучить, а потом уже строить. О-о-о-о-о, кабан, 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 кабан. Ё-моё, мясо сегодня будет деликатесно. Опа. Очень опасно, конечно, но... Ладно. Ох ты ж, как он меня бданул-то! Чёрт, если бы у меня не было бы копья этого, я бы, наверное, тут сдох. У меня уже копьё ломается, на самом-то деле. Здоровье, ты посмотри, что со здоровьем, лучше я пойду. Лучше я пойду. И лучше, может, с луком. С луком. Есть попадание. Не попал. Да что ж такое-то, посильнее надо начинуть её. Ах, ты ж больно. Чёрт подери. Мимо. Подальше надо. Есть! Фух. Я думал, я щас конь не двиню. Это были близко. Ёшки-матрёшки, опасность. А я-то думал, что на этом острове нет опасности. Так. Кожа. Сырое мясо. О, кстати, кожа нам для одежды пригодится. Это очень здорово. Кабани голова. Можно её надеть, чтобы она место в инвентаре не занимала. Ну-ка, дай-ка я на себя посмотрю. Натуннаятца. О, интересно, как я там дышу и где у меня рот, глаза? Как я вообще вижу в этом кабанем шлеме? Буду ходить в нём? Типа, замаскируюсь под кабана, чтобы меня другие кабаны не палили. Надеюсь, это сработает. А не так, как с акулой это было. Кажется, я нашёл тропинку. По ней я смогу взобраться наверх. А может, и не смогу. Ну, вроде как смогу. Смотри, похоже на тропинку, да? Ой, нет. А сколько у меня стрел? Семь штук. Блинский. Надо очень, очень быть... Всё, она полетела уже за камнем, походу, да? Она полетела за камнем. Ну, ё-моё. Чё, прокачаем скилл меткости. Опа, попала. Скотина. И стрелу выпустил в пустоту. В пустоту. Мне нужно куда-то спрятаться срочно, пока меня тут не забомбили. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Меня сейчас грохнут. Как бы мне он туда забраться-то? В пещерку. Она уже летит. Она уже летит. И мимо. Пронесло. Так, походу, у меня через камни тут никак. Как же мне тогда? Как же мне? Посматривай в небо. Всё очень опасно. Нужно быстро соображать. Вот сюда. Вот сюда вот мне нужно. Опа-оп-оп-оп-оп. Я бегу-бегу. И мне бы куда-нибудь сюда можно завернуть. Нет, я пойду туда. Вот она летит. Я слежу за тобой. Гнида. Я знаю, что ты хочешь меня убить. Я... Кажется, мимо. Ух. Мои булки сжались, как орех. Мне очень хочется подыхать здесь. У меня столько всего с собой в суморе. Здесь я сдохну. Я потеряю всё это. Блин, только не говори, что тут тупик. Нет, здесь не тупик. Кажется, можно, 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 можно. Тупик. Иду по другой тропиночке. И она точно выведет меня наверх. Я уже достаточно высоко поднялся, чтобы навалять этому грифу. Ух ты ж. Это было близко. Я забыл про тебя, дружок. О, здесь тоже магазинчик. Это радостные новости. Ну чё, я здесь, наверное, поднимусь вначале? Меня гриф там не хочет прибить? Я пока что его вроде не вижу. Он отстал. Или ему просто надоело камни в меня кидать? А, подожди. А-а-а-а. Нет, он кидает в меня камни. Расслабился я, называется. Значит, тут у нас чемоданчик. В нём рецепт омлета с грибами и посылочка. У меня как раз были грибы, я их нашёл в прошлом острове, в пещере. Так что будет у меня, походу, завтрак с омлетиком грибным. Ух ты, нифига себе, как мой плод выглядит отсюда. Забавно. Значит, пойду схожу в ларёк-марёк, посмотрю, что там. Арбузик, конечно же, возьму. Пока живём. Пока всё нормально. Только побито... Опа! Вот накаркал я сам себе. Хотел сказать, только побито рука немножечко. Значит, в магазинчике чё у нас? Всё по стандарту, да? Ничего нового. Хотя рецепты какие-то другие. Компас, всё это понятно. Т1, Т2, это ясно. А, кстати, как Т2 разблокировать? Это не ясно. Значит, из продаж у меня ничего нет. Ларёк? Тот же самый. Слушай, тот же самый. Всё, всё то же самое. Тут ничего интересного. Я думаю, что пора отсюда сваливать. О, хорошо, что не убежал. Доска, доска, суклианы, хлам. Отлично. Оп, бежим. Странный камень. Мне всё-таки придётся эту птичку убить. Потому что я не смогу на этом острове забрать всё дерево и всё остальное. О, ананас. Два ананаса. Отлично. Чё, птичка, давай, посражаемся с тобой. Ух ты, как ты пикируешь-то. Куда ты там вниз улетела так? Ну, жалко, она здесь камня не берёт. Здесь было бы удобнее её завалить. Стрелы тоже не хочется. Попал. И она в меня камнем. И она в меня камнем, надо чё-нибудь сожрать. Давай сожрём. Ананасы, все ананасы жри. Берёт камень. Я натягиваю тетиву. Есть попадание. А стрелы торчат в её горле и груди. Но она довольно мощная всё равно. Попаду? Ой, высоко взял. Попал. У меня печальная новость, у меня последняя стрела. Она снова летит снизу, и мне нужно не промахнуться. Есть попадание. Но патронов больше нет, и мне нужно отсюда сваливать. Самый быстрый способ свалить отсюда, это, конечно же, спрыгнуть в воду. Но я не вижу, где бы я грамотно мог спрыгнуть. Кажется, здесь прыжок вверх, ё-моё. Хух. Протащила. Я сделал 12 стрел и вышел на ночную охоту. Нужно добить этого грифа. А он уже здесь, как здесь, и с камнем. Ну, давай, давай, давай. Есть. Интересно, у него стрелы... Блин, стрелы исчезли. Ах, чёрт, их не забрать теперь будет. Все стрелы, которые я в него ранее выпускал, исчезли. Печаль. Так, он где-то здесь будет набирать, да? О, отлично. Попал. Я его убил, прикинь. Хо-хо-хо. Ничего себе. Мне оставалось ему две стрелы всадить в прошлый раз. Так, значит, стрелы я забираю. Давай, забирай стрелы. Во. Сраная башка мне больше не нужна, у меня есть уже голова. Отпразднуем эту охоту большим арбузом. Ом-ну-ну-ну-ну. Это выглядит очень смешно. Особенно в кабане и голове. И ягодками ещё шлифанём. Что-то... Ну, ягоды тоже в ноздри кабана влетают. И теперь настало время порубить деревья, чтобы сделать крышу на моём плоту. У нас новый день. Я выспался, набрался сил. И первое, что я хочу сделать, это, конечно же, открыть посылочку. Посмотреть, что там нам попадётся. Стол. Кстати, полезная вещь. Как будто я и сам не мог соорудить стол. Хм. Ставим деревянные колья. Надеюсь, я их правильно расположу. Потому что я планирую строить крышу. Причём, довольно-таки высокую. И вот мне что стало интересно. Я теперь могу вот эти балки размещать по горизонтали. Раньше я такого не видел. Либо я забыл. Так, эти палки мне помогут... Нет, они мне нихрена не помогут. Я думал, я на них смогу крышу построить. Но, видимо, нет. Хотя... Хотя, да. Могу. Е-е-е-е. Завалил акулу. Значит, я собираю с неё мясо. Вот. И всё. И больше ничего не буду забирать. Пускай трюпик валяется. Чтоб как можно больше... Она здесь... А, подожди. Пока она тут валяется, пойду-ка я за железом. Чтобы гвоздей побольше понаделось. О, ещё и песок. Точно. Вот она глина. Вот она. Закидываю, значит, сюда. И изучаю. И я теперь могу глиняные мисички делать. Ух ты, смотри. Гигантский моллюск тоже можно изучить. Чтобы делать гнёзда. У меня тут как раз он валялся. Вот он. Давай изучим же. И теперь я могу сделать птичье гнездо. Место, где отдыхают чайки. И будьте осторожны. Птиц легко спугнуть. Ништяк. Давай ещё, знаешь чё? Стекло изучим. Стекло, стекло, стекло. Вот. Чтобы я мог бинокль делать. Подожди. Стакан это, конечно, классная штука. И вот улучшенный опреснитель. Вот то, что нужно. А бинокль-то чё? А, для бинокля бутылка нужна. Чё, пожертвовать своей бутылкой? Ладно, давай пожертвуем бутылкой. Во. Кислородный баллон и бинокль. Бинокль. Водоросли, водоросли нужны. Тут, кстати, были водоросли. И прежде чем я отправлюсь, надо кокосика выпить. Давай, кабанчик, хавай кокосы. Акула до сих пор вон там плавает дохленько. И это мне на руку. Как раз пособираю водоросли. Рыбки, а ну прочь. Это мои водоросли. Они мне очень нужны. Хочу сделать из них ласты. Ещё и медь надо собрать. Чёрт, но места нет. Придётся пожертвовать чем-то. Например, пальмовая семечка. А, пальмовые семечки у меня есть. Пожертвуем ими. Чёрт. Акула исчезла. А это говорит о том, что она скоро приплывёт. Изучаем, значит, водоросли. И ласты. Кстати, я их теперь могу сразу же и сделать. У меня всё для этого есть. Соклианы есть. А пять штук нужно. Ух ты, ё-моё. Ладно, пошёл плавить. У меня, кстати, там ещё что-то было в плавильне. Соклианы, кстати. На минуточку. Вот тебе ещё. Кстати, вот радиопередатчик. Для его изучения нужна микросхема. А как нам сделать микросхему? Для микросхемы как раз нужен медный слиток. Вернусь к своему строительству. Знаешь, что я понял? Я понял, что я, кажется, не так немножечко начал строить. Надо прямо с самого краю это всё делать. Значит, разбираем. Типа вот так вот. Вот. Блин, уже потемнело. Ладно, давай поспим. Всё, клиан у нас готовился. Подкидываем сюда дрова и вкидываем теперь медь. А блин, я другую... Ба-а-а! Как так вышло-то? Ладно, пускай отделается. Ну, а я продолжаю строительство. Смотри, как это выглядит. Дверь. Это словно портал. Слушай, на портал реально похоже. Круто. У меня тут, короче, дилемка с крыши нарисовалась. Я не знаю, как мне диагональ сделать здесь. Вот такую вот. Красивенькую. Как вот снизу. Вот так вот. Так не получится. Есть возможность только вот, смотри, что замутить. Походу вот так вот, да? Квадратиком. Только вот так вот. Это не красиво, не круто. Ну и строить вот такой вот деревянный пол на потолке я тоже не хочу. Поэтому пофиг. Пускай будет квадрат. Я на него спокойно размещаю вот эту вот штуку. А я пошел вниз. У меня там медь, 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 медь. Медь. Мне нужно медь. Поставить плавить. Поставить плавиться медь. Наконец-то. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что я слишком высокий потолок делаю. Но в принципе я тогда смогу еще и второй ярус здесь поставить. То есть третий. Я же и так на втором нахожусь. А у меня тем временем уже готовый медный слиток. И теперь я смогу изучить микросхемы. Вроде как. Да, микросхем. У меня, кстати, все для них есть. Круто. И для батарейки. И микросхемы. Наконец-то. Значит, для дальнейшего строительства моего потолка мне нужно убирать опреснитель. Пока что временно поставлю его здесь. Делаем вот так. И еще вот так. И с другой стороны тоже так. И вот так. Теперь горизонтальные палки. Блин, дерево кончилось. Закат. Красота. У меня там, кстати, наверное, уже медь готова. Дрова кончились. И у меня, в принципе, дрова кончились. У меня тут ничего не плавает случайно нигде. Ящики никакие. Так, вот, дерево есть. Отлично, закидываем. А тут ничего. Вот еще досочка. Пойдет. И вот две доски. Ё-моё. У меня тут все под ногами. Утро. Великолепное утро. Всю ночь пробегал по этому острову. Спилил все оставшиеся деревья. Кстати, нет. Вон одно, по-моему, осталось. Может быть, еще и вон там наверху. Я туда наверх просто не добирался. Короче. Короче, короче, короче. Слиток у меня есть. Он сготовился. Надо еще и жрать хочу. Блин, надо что-нибудь приготовить пожрать. Давай, жарься, акулка. Все, акулу почти сожрал. Прикинь. Так, и мед... А, зачем мне сюда-то? Мне же микросхему надо. Микросхемка, медный слиток. Я же взял медный слиток. Не понял. Или я не взял медный слиток. Я же взял. А, места нет. Я же взял медный слиток. И мне нужен еще один, короче. Для микросхемы. Ну, а пока я продолжаю строительство своего уникального... Так, а где у меня там? Минутку. Вот. Уникальной моей крыши. И что-то она не хочет. Вот. Вот. Красота получается. Неописуемая. Единственное, то, что материалы почти на этом острове закончились. И пора отсюда уплывать. Блин, не достаю. Прикинь, не достаю. Но у меня здесь есть ящички. А так достану. Опа. Все. Кончилось у меня. Дерево. Но крыша над головой как бы имеется. Слиток второй есть. И это просто шикарно. Готовим микросхему. Изучаем. И вот у меня теперь есть и антенна. И радио. И спринкалер. Автоматически поливает посевы. Правда, не хватает батарейки. Ясно. Тоже изучим. Соковыжималка. Юху. Теперь давай смотреть, что нам там нужно для антенны. Для антенны нужен хлам. Конечно же, микросхема. Болты. Все это у меня есть. Кроме микросхемы. Нужно опять микросхему делать. Я опять проголодался. Ему. Для приемника шарниры у меня есть. У меня все есть. Короче, нужно две микросхемы. Зажуем пока арбузик. Потому что мясо, как обычно, не готово. У меня опять кончились дрова. Напоследок надо сбегать и вон там деревья поспиливать. Нужны дрова. Очень прям нужны. Поэтому ломаю свой плод. Совсем чуть-чуть. Сделал еще один горн. Так я быстрее замучу себе микросхемы. Прости меня, мой плод. Но это была вынужденная жертва. Ну и на оставшиеся деревяшки, конечно же, потолок. Блин, одной не хватило. Тогда остаток закинем для жарки акулевого мяса. Как оно меня напрягает, это акулевое мясо. Ему слишком много нужно дров. Блин, а тут наверху, оказывается, еще манго есть и пальма. И на той стороне, вон, смотри, еще одна пальма. Не, даже две пальмы. Отлично. Блин, тут две пальмы. А, еще и манго. А у меня топор уже изрядно из-под таскался. Надеюсь, его хватит хотя бы вот на эту пальмочку. А, черт, сломался. Ну вот, а что у меня там? Кокос? Ладно, давай кокос подберем. Тут еще арбуз. Кокос я уже сожрал. Возьмем арбуз и его тоже сожрем. Ну, что я хочу сказать. Значит, все деревья здесь изничтожены, кроме пальмы и мангового дерева. Возвращаю пол. В ночи под лунным светом я восстановил свой плод. А там акула его поджирает. Скажите, я уже не успею. Да, я не успею. И у меня тут два слитка меня поджидают. Ставим еще два. И пойдем дряхнуть. А завтра с утра я сделаю микросхемы. Доброе утречко, доброе. Раннее утречко. Где там мои слитки? Они должны были уже... Да, слитки готовы и мне еще нужно водоросли. Еще водоросли. А, черт, еще один слиток поставил. Ну ладно, сюда тогда водоросли. Где там у меня болты? болты. Вот болты. Один. Один болт. Есть шарниры. Вместо рецепты давай. Итак, смотрим. Одну микросхемку я прям вот-вот делаю. И еще одну микросхемку делаю. Дальше я делаю. Для антенны хлам нужен. Сейчас будет. Дерево и пластик. Рано я, походу, плод починил. Но у меня тут где-то вон там вот что-то плавает. Вон, да, деревяшки какие-то. Сейчас за ними занырну. И параллельно еще и хлам соберу. Коптить тебя, кула. На гриль пущу. Сто процентов. Пущу. Вот еще одна досочка. Вон еще. Короче, тут надо вокруг поплавать. Тут, в принципе, еще дофига дерева. Если не на деревьях, так на воде. Все, я, наверное, выбираюсь, потому что акула тут опасна. Она же думает, что я кабан. О, здорово. Плывет. И за мной. Кстати, мне эту рыбину тоже бы надо укокошить. Че там по водорослям? По водорослям отлично. Значит... А, блин, малый слиток не берется. Ставим еще. И я теперь могу изготовить приемник. Юху. Приемник есть? Антенна. Хлам. А хлам? Я же собирал хлам. Че, недостаточно? Нужно еще два хлама и микросх... Так, подожди, на приемник две микросхемы улетел. А-а-а. Ладно. Еще одну микросхему, значит, надо делать. Пожрем пока мясо. Да, блин, у меня... Надо шкаф, короче, делать. У меня все вываливается. У меня нет места. Вообще, категорически нет места. Давай, пожрем. А то я сейчас сдохну. С голоду. Шкаф. А, у меня шкафа нет. У меня есть крутое хранилище. И для него нужно, собственно, дерево и хлам. Ну что, хлам я и набрал. Микросхему сделал. Антенна готова. Сейчас я ее размещу где-нибудь. Вот здесь вот. Пускай она стоит. И здесь рядышком этот... Телевизор тоже поставлю. Вот так вот. Ух, блин, капец он здоровый. Еще же для этого всего нужен аккумулятор. Так, ну это пока что. Пока что я знаю, что антенну надо будет повыше поднять, наверное. Потому что она тут нифига не будет ловить. Ну а я отчаливаю с этого острова. Пора поднять якорь. Мы здесь взяли все, что только возможно. Поднять якорь. Все, поплыли. Спасибо тебе, остров, за все. И прости меня там за то, что я вырубил очень много деревьев у тебя. Но парочку-то я оставил наверху. Поднять парус. И... Так, а куда дует ветер? Вообще, где флажок? Флажок туда дует. Значит, нам... Нам... Нет, нам в противоположную сторону надо вообще. А то мы не уплывем так никуда. И заодно пойду подделаю тут плотик свой. А то акула все пожрала. Скотина. Вон прям к тем бочкам плывем. И древесины. Надо всего-всего много набрать. Ну, крыша, кстати, неплохо получилось. Слушайте, я хочу сказать. Печь хочу. Прикинь. Я, походу, когда пол ломал снизу, я и опреснитель тоже поломал. Ух ты, ёлканый. Вот это засада. Но у меня тут что-то где-то было. Картошка есть. Блин, у меня же должны были какие-то овощи, фрукты остаться. Что-то должно же было. Акула там опять жрет. Падла. Не, нифига нет, прикинь. Вот это засада. Ай-яй-яй-яй-яй. Придется плот ломать. Но прикол весь в том, что у меня нет топора. Значит, мне нужен срочно топор. А, подожди, может я снизу что-то уже набрал, а? Блин, как быстро потемнело. Так, доска одна есть. Блин, мне, короче, нужен топор. У меня камни где-то были. Я сейчас откинусь, это будет печаль. Камни, камни, камни где-то были. Камни у меня. Вот, четыре камня, отлично. Делаем, значит... А, для топора шесть досок нужно. А что так много-то? Я плыву опять не туда, нифига, мусора нету. Это западня. Разворот. Разворот в другую сторону. Где есть мусор. А, вон, смотри, вон, смотри. Бочка. Бочка, бочка, ты меня, может, спасешь, а? Бочка, вот доска. О, что-то там есть, кажется. Блин, одной досочки не хватает. Одной. Все, я, походу, сейчас здесь откинусь нафиг. Так, а чтобы... Надо выкидывать все вещи, надо выкидывать. Вот так вот, вот так вот. Все это нафиг выкидываем. Чтобы у меня это ничего не потерялось. Все выкидываем. Все выкидываем скорей. Вот так вот. Так, вот это тоже выкидываем нафиг. Лук, все выкидываем. Так, и ждем. Ждем, когда я откинусь. Блин, а может, зря я это все сделал? Все повыкидывал. Посылочка. Ну, давай хотя бы посылку откроем. Че, мне тут как бы больше ждать нечего. Розы. Я научился делать розы. Шикарно. Давай усугубим положение. Я еще спать лягу, чтобы прям конкретно мне быстро настал капец. И мы должны были... Блин, мы даже не сдвинулись. Обычно мы должны плыть куда-то, но мы не плывем нафиг никуда. Придется утопиться, походу. Чтоб уж не мучиться окончательно. Акула, сожри меня. Еее. Сдаться. О, теперь я могу потерять две трети своего инвентаря. Ну, че теперь? Сдаемся. Фух. Ну, вот так уже жить-то можно. Более-менее. Осталось только вот это все собрать. Обхитрили игру. Ха-ха-ха-ха. Ну, что ж. На этой относительно замечательной ноте мы закругляемся. Если тебе понравилось, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк. Подписаться, если ты еще не подписан. Чтоб не пропустить следующих роликов. И увидимся в новом ролике. До встречи. Продолжение следует.